Приветствуем вас, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вечер пришел, день трудовой позади. Правда, может быть, кто-то и утром нас смотрит. Но всегда усевшись перед экраном, хочется наконец отдохнуть. И вы знаете, какой у нас коварный друг телевизор. Немного передач, отдыхая, при которых потом чувствуешь, что душа не разорена. Вот такое есть искушение. Хочется отдохнуть, а устаешь еще больше. А одна такая знакомая дама говорила, ну что за жизнь? Все, чего по-настоящему хочется, что доставляет удовольствие, либо грешно, либо полнит. Ну то есть, видимо, что-нибудь сладкое имеется в виду, либо грешно. Это нехорошо, нельзя так делать. Бог этого не хочет. Так что же, неужели Господь создал для нас такую жизнь, что все то, что доставляет удовольствие, то запретно. Вопрос для нашего сегодняшнего чаепития, дорогие друзья, пожалуйста, подкрепляйтесь. Безгрешные удовольствия. Есть ли удовольствие, которое можно назвать вполне безгрешными? Ну вот чай удовольствие выпить после трудов в милой компании. Но я думаю, если не было удовольствия от нашего чаепития, то вряд ли мы с вами здесь и собирались с достаточным постоянством. Что за признаки безгрешного удовольствия? Или все-таки всякое удовольствие грешно, как вам представляется? У вас все-таки, Александр, есть какая-то покаянная практика? Да, все-таки вы в храм похаживали? Ну да, все-таки, да, конечно. Пусть и не так часто, возможно. Ну, что касается удовольствий таких, что многие считают что-то греховным, но если оно через меру, если что-то, какое-то увлечение, допустим, та же пища, она необходима, но ведь в меру. То есть, если в меру, то, мне кажется, там нормально, не греховно. Справедливая мысль. То есть, многое из тех радостей земных, которые нам предоставлены Господом, они перестают быть безгрешным удовольствием тогда, когда теряется мера. Но об этом совершенно солидарно с Александром размышляет апостол. По печенье о плоти не превращайте в похоти. Нельзя не заботиться о плоти, о ее чистоте, о ее благообразии, о ее здоровье. Но там, где плоть уже торжествует над душой, над духом, там явно удовольствие переходит уже в область небезгрешной. То есть, видимо, так мы и не пытались сегодня разграничить четко. Это можно, это нельзя. Действительно, многое можно, но можно в меру. Мне бы хотелось узнать, можем ли мы поставить на крайнести между такими понятиями, как радость и удовольствие? Или все-таки, все же, наверное, радость – это более такое высокое понятие? Ну, конечно. Потому что вряд ли, наверное, можно сказать, что можно испытывать удовольствие, там, от общения с Богом. Скорее, это можно назвать радостью. Да, видимо так. А напротив, бывают многие удовольствия, при которых, вероятно, радости-то никакой нет. То есть, мрачные удовольствия. Удовольствия, ну уж не будем вспоминать, совсем патологические, противоестественные удовольствия от получения или доставления другим боли. Это же тоже, к сожалению, дело, свойственное современное. Это скорее психическое какое-то отклонение. Да, да. И потом Господь нигде не говорит – получайте удовольствие. Стремитесь к удовольствию. Он говорит – стремитесь. А к радости то и дело нас поощряет Новый Завет. Радуйтесь, и пакерику радуйтесь. Радость ваша будет совершенна. И радость ваша будет совершенна. И Господь говорит – увидите меня, возрадуйтесь, восплачьте, а мир возрадуется. Но радость ваша, на печаль ваша в радость обратится. То есть, действительно, понятие радости, оно в Новом Завете достаточно содержательное. И часто встречающее. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, говорит апостол Павел. Такова есть воля Божья о вас. А вы знаете, что интересно, что в религиозном тогда контексте радость очень часто как раз сопряжена с понятием страдания. То есть, радуемся в скорбях наших. Вот что мы из Нового Завета читаем. Поэтому интересно, удовольствия нет, а радость присутствует. Мне это недавно было очень чувство вновь, вновь пережито. Я рассказывал, мы общались, как раз Катерина была, и был тогда еще Тимофей, о том, как я восходил на Святую гору Афон в последний раз с крайним для себя болезненными ощущениями, изнеможением. Ну, все-таки уже не так легко, как 10 лет назад, сбегать на 2000-метровую вершину. Но такая радость на сердце. Это я четко чувствовал удивительную радость. И от молитвы там на вершине горы. И от того, что все-таки я иду, и от того, что я дошел, и от того, что я потом спускался. Очень болезненно. Там колено болело, нестерпимо. Но вот я интересно, как пережил вот этот опыт присутствия в душе, ликования, просто великой радости при страдании очень серьезным телесным, изнеможении себя. Поэтому, да, интересный вопрос. Нам действительно, что тогда получается безгрешным удовольствием? Это радость, которая иногда с удовольствием вроде бы-то и не сопряжена. Вот некоторые не хотят, например, хоть доброе дело сделать, поехать в монастырь потрудиться, занять свое время вниманием к каким-то пожилым людям, к детям. А из-за чего? Из-за того, что видят, что в этом не будет удовольствия. Ну, мы сами так реагируем. Потому что кто-то говорит, приходи ко мне в гости. Я думаю, что я к нему пойду? Там он только слушает про его скорби, заботы. Вот у него то, не то, и это, не так. Угощение будет, ну там, чаек, да, печенье овсяное. Вот. А Катя говорит, приходите к нам в гости. О, что это такое? Там ждет очень много веселого. Там, кажется, что-нибудь мама приготовит пирог какой-нибудь обязательно рыбный. Еще какие-нибудь необыкновенные омлеты там специально будут готовиться, потому что батюшку принимают с любовью, со вниманием, с заботой, зная его вкусы. Пойду-ка я лучше сюда подумаю, я тут меня ожидает больше удовольствия. А на самом деле, вот эта радость, которой мы стремимся прийти через удовольствие, быть может, как раз гораздо ближе там, где нас нуждаются. Там, где больше потребностей. Но вот, к сожалению, мы не всегда об этом думаем, что радость там, где благодать Божия. Радость там, где Господь благословляет. Радость там, где удовольствие не осквернено каким-то грехом. Потому что, когда вместе с грехом удовольствие, то потом бывает печаль, душа-то как раз теряет это чувство радости, чувство легкости, бытия. Потом еще расплата бывает, не так еще быстро бывает, выживает человек после вот той радости, которая не может быть названа радостью. Потому что, хотя удовольствием сопровождались действия, но удовольствия эти вопреки воле Божией, вопреки заповедям. Иными словами, можно сказать, что радость – это тоже удовольствие только для души. А когда удовольствие для тела, то оно уже может со временем стать и опасным. Да, да, да. Скорее, оно не может называться радостью уже. Ну да. Все-таки нечто, какое-то более возвышенное понятие, нежели удовольствие. Да. Действительно, от избытка меда бывает различие желчи. Это тоже из Писания премудрости. Очевидно, что люди, многие избалованные удовольствиями, теряют радость жизни. Ведь это же известно, кто более всего унылый, кто печальный, кто не имеет интереса к жизни. Те, кто привык к удовольствию. И сами эти удовольствия, с постоянством воспринимаемые, в результате лишают человека полноты бытия, радости от жизни. Все мне безразлично, все мне равноценно, ничто меня не воодушевляет, ничто мне не приносит радости. Это же, как правило, монолог не какого-нибудь простодушной труженицы, работницы кухни, какого-нибудь уборщика, ландшафтного дизайнера с метлой. Он не кухню на душу, убрал хорошо, снега много выпало, ух ты, вот это задача. Снега мало выпало, вот это радость. Немножко отдохнем. Бочка, а вот все-таки хотелось бы узнать, вот можно ли считать таким безгрешным удовольствием, когда человек испытывает удовольствие от того, что он занимается каким-то любимым делом? Или, может быть, когда это не доходит до такого фанатизма, как вот различить вот эту грань? Очень серьезный источник удовольствия. Действительно, вы правы, Катерина. Прошу обратить внимание, друзья. Я-то, может, сейчас имя не вспомнил, а вот Катерина такой наводящий вопрос поставила. Я вообще считаю, что это главное благо жизни, так вот если рассуждать по-душевному, по-профессиональному, это заниматься любимым делом. А для того, чтобы дело стало любимым, сначала надо очень много потрудиться. Иногда без удовольствия. Когда учат человек гаммы, когда учатся вырезать ли из дерева что-то, когда осваивают какие-то законы архитектуры. А потом становится архитектором или дизайнером, или священником, то, к чему он стремился, например, художником. И потом его труд доставляет ему самое настоящее удовольствие. Но это удовольствие, это уже все-таки плод больших трудов. Вот без труда не вытащишь рыбку из пруда. Вытащить рыбку из пруда, это, наверное, то, о чем мы говорим, радость получить. Рыбка радости. Она серебрится, ее можно скушать, она может желание исполнить. Да, с этой рыбкой золотой много анекдотов, разумеется, которые насчет исполнения желаний. Но не будем их вспоминать, они не все. Вот относительно греховности и удовольствий. Я где-то читал такое интересное сравнение, что вот как родители относятся к младенцу, то есть Бог к нашим душам. То есть, возможно, родители могли бы, там, младенца, не знаю, кормить одним шоколадом, там, лимонадом и все ему позволять, но что-то из него выйдет. Верно, верно, справедливо. Получается, что именно лишение удовольствия и составляет педагогический процесс. Его основу. Развитие. Ну да, как говорит премудрый Соломон, не жалей розги для дитя твоего, пока он еще поперек лавки ложится. Когда вдоль ляжет, тогда уже будет бесполезно что-либо делать. Очень разумно, что именно строгость, отсутствие удовольствия оказывается впоследствии самой серьезной опорой для человека в его жизни, в его готовности к преодолению трудностей. Потому что все-таки жизнь – это крест. Вот почему удовольствие входит в противоречие с каким-то благом. Потому что тот закон, который нам оставил Христос и которому мы сочувствуем, – это закон креста. Дай кровь и прими дух. Без креста не увидишь воскресенье. Поэтому по преимуществу какая должна быть мера удовольствия? Такая, чтобы поддерживать возможность совершать подвиг в своей жизни. Мера удовольствия такая, чтобы не оскудеть крепостью, чтобы не приуныть от тех трудностей, которые неизбежно нести. Поэтому, собственно, удовольствие как цель – порочно. Удовольствие как необходимое подкрепление на пути. Как утешение. Как утешение, да. Вот тут оно тоже, мы действительно уже тогда другими словами апеллируем. Это, например, утешение. Утешение. А как утешение? Я проснулся, поспал. Теперь надо утешение. Откуда тебе утешение? За что тебе утешение, если ты еще не огорчен? Когда ты уже давай горечь труда вкуси, горечь терпения ближних, горечь болезней своих. А потом, поэтому вот один опытный батюшка, когда ему предложишь покушать в 10 часов утра, потом в 12 часов утра, потом в час дня. Он говорит, ну вы простите, я пока еще не заслужил, пока не заработал. А потом хорошо сядет, да пообедает. И первый, и второй, и третий пирожок, и растягайчик, и даже полглоточка какого-нибудь напитка согревающего. Но это утешение, потому что уже труды более чем половины дня за спиной. И еще впереди надо потрудиться вечером, чтобы не ослабить. И тогда законно, естественно, на доброе угощение, здоровье, трапеза. Да, это очень правильно. Но, вы знаете, есть ведь еще сокровенный источник замечательных радостей, кроме профессионализма, о котором вы сказали. Когда становишься профессионалом, ты делаешь трудное дело для других. Они думают, как ты это делаешь? А ты делаешь это с радостью. Я так смотрел на одного многоопытного священника, который, одна у него встреча с людьми, другая встреча с людьми, третья встреча с людьми. И ночью, а его еще ждут люди. Я думаю, труд это или удовольствие, которое он получает? Потому что пока у тебя с этим такого рода профессионализма вообще никак. Ты думаешь, ну это вообще было, если бы я так мог быть таким нужным людям, переносить такое утешение, то я был бы просто счастлив. Но я помню такие мысли, когда у меня были вот при моем первом этапе взрослой жизни, творческом служении. Для меня нетрудностью казались целые сутки, посвященные подготовке наших спектаклей, подготовке каких-то студий, работой со студентами. Потому что это казалось что-то прекрасное, что-то главное в жизни. И то, что для других было в тягости. Ой, он потащился на репетиции. Ой, он потащился в хореографический класс. Ой, он сидит в библиотеке вычитывать что-то про героев Шекспира. Лучше развлекаться. И я-то, видите, со временем, когда входишь, появляется вот эта мастеровитость, хотя бы начальная, то получается такая радость, такое удовольствие от всего этого. Поэтому я вот молодежи часто и советую, что хотите наслаждаться по жизни, чтобы сама жизнь, сами труды приносили вам удовольствие, становитесь профессионалами настоящими. То есть не поленитесь, не поберегите своих сил, своего времени для освоения какого-то доброго, благородного дела. Оно будет всегда при вас, и вы всегда будете нужны. Какой бы ни был экономический кризис, как бы ни было трудно с деньгами, какими бы страшными налогами какая-то экономическая система неразумно не обкладывала ваше предприятие. Вы всегда будете нужны, потому что мастеров много не бывает. Они всегда в любом деле, какой вы не возьмете. Там будет освещение, будет приготовление чашек, будет приготовление чая. Все равно, если ты мастер, тебя найдут из-под земли, достанут, будут уговаривать, потому что ты нужен. И это источник некоторого удовольствия. Но это уже удовольствие явно безгрешное. Это явно удовольствие, в котором торжествует созидание, а не разрушение. Наверное, если при этом человек как-то не превозносится. Да, если у него это не доходит до фанатизма такого чрезмерного, возможно. Ну, здесь, конечно, трудно уже и меру знать. Вот сейчас Перельман, математик. Что его смысл жизни составляет математика? Ему дали миллион долларов. А они ему не нужны. Что он на них купит? Он себе не купит нового математического удовольствия, это миллион долларов. Вот он может их истрать куда-то, но ему важнее продемонстрировать, что он в другой системе ценностей существует. И назвать его фанатиком. Конечно, скажут, но он не в себе. Потому что, что бы ты ни делал, человек делает это ради денег. Но у нас, например, священников не так. И поэтому, когда обвиняют, что батюшки берут деньги, ну, конечно, берем, потому что надо же много добрых дел делать. Но когда скажут, что ты служишь ради денег, то здесь же я не соглашусь. Потому что я служу, потому что люблю служить. И не могу не служить. Или почему ты так любезно принимаешь благодетель? Да потому что он хороший человек. Потому что он, в отличие от большинства из нас, с трудом расстается. Не с трудом расстается с своими честно заработанными большими деньгами. Ради интересов церкви, ради пользы очень многих людей. Детей, распитанников, каких-нибудь учебных заведений. Так что все-таки путь профессионализма дарует вот это безгрешное удовольствие своего служения. И даже тогда, когда другим представляются перегибы, то сам-то человек все-таки прав. Он-то жертвует собой. То есть здесь уже закон справедливости – это закон жертвенности. Я жертвенно служу тому делу, которое люблю. Это дело приносит мне радость. И я подтверждаю то, что это не случайный и не какой-то спекулятивный момент. Тем, что я готов себя приносить тому делу, которое люблю. Не считаясь ни своим здоровьем, ни своим временем, ни своими какими-то удовольствиями, которыми я с осью пренебрегу. Многие не причащаются. Почему? У нас гимназисты. Не уговоришь тех, кто постарше. Вот люди говорят православная гимназия. А вот мы служим литургией, а не уговоришь. Старшеклассники, есть там такие, особенно такие наши милые, добрые, знакомые, так скажем, среди гимназистов. Вроде совсем не знакомые, при этом не все понимают. Не все с тобой на одном языке говорят. А что такое? Трудно отказаться в удовольствии съесть с утра бутерброд. Трудно отказать себе в удовольствии иметь чистую совесть. Трудно отказать себе в удовольствии воспользоваться литургией по ее прямому предназначению. Стать причастником тела и крови Господней. Что такое? Не понимают? Понимают. Но я почему огорчаюсь, объясняю, пытаюсь, а теперь уже совсем мало пытаюсь. Потому что это главная радость, это источник радости. Это удовольствие из удовольствия. Это смысл каждого дня, который предоставляет возможность быть причастником. Понятно, что не всякий день доучающихся и заботы, и работы, и прочее. А здесь удовольствие, а оно не нужно. Оно не востребовано. Может, люди пренебрегают этим удовольствием из-за каких-то своих других больше. Из-за других удовольствий. Гораздо больше удовольствия, например, оставаться в плену собственного греха. Ведь это удовольствие, и чем его поисповедовать, лучше быть с ним. Оставаться в его, так сказать, сомнительных объятиях. Потому что они таким образом продлевают это удовольствие. Пойди покайся в том, что ты украла. Пойди покайся, что ты врала. Пойди покайся, особенно в том, в чем более всего неприятно каяться молодежи. Детям, девочкам, мальчикам. Это же нет вкуса к духовной жизни. Нет вкуса, нет чувства. Все, например, чувствуют удовольствие, особенно, например, для девочки, от того, что они во всем чистеньком. То, что они все свеженькие, то, что они внешне, так, чистоплотны. Но нету навыка чувствовать радость от чистоплотности душевой. Чистодушности. Да, от того, что люди не пришли в такое сознание, что все равно люди грешные. Но когда ты поисповедовался, ты по-другому живешь. Ты по-другому дышишь. Если у тебя уже есть навык чистоплотности, то ты носить на себе грязные пятна не любишь. Это не освобождает тебя от каких-то иногда и пристрастий, и даже падений, быть может. Но, тем не менее, если у тебя падение, если у тебя какое согрешение тяжкое, то для тебя, да или не тяжкое, для тебя главный и самый вожделенный твой предмет, мы же говорим об удовольствии, и удовольствие связано с вожделением. То вожделенный предмет – это внимание духовника, внимание священника. Батюшка, то-то и то-то. Батюшка, вот, хоть и не охота. Есть, конечно, всегда чувства в душе, которые сопротивляются получить это удовольствие от чистой совести. Ну вот, вот что о тебе подумают. Он же позавчера каялся в том же самом, чего опять в этом же кается. Вот, да вообще скажешь, что ты безнадежен. Да и, может быть, опять есть возможность, завтра опять подобным грехом согрешить. А сейчас посповедуюсь, неудобно будет завтра грешить. Ну, можно там быть тысячи наворотов от лукавого. Но навык со временем дает возможность человеку, побеждая его, все-таки стремиться к получению этого удовольствия. Ты помнишь, самое главное удовольствие – иметь мир на сердце. Иметь чистую совесть. Иметь внутреннюю чистоту. Так же, как мы все имеем относительный навык к телесной чистоте. Ну, вот из бани выходит человек. Какое чувство обновления? А это всего лишь телесное обновление. А уж куда лучше, когда душевное обновление. Вот удовольствие из удовольствия. Вот безгрешное удовольствие. То есть греховное удовольствие, оно не может до конца приносить радости, если человек даже как-то оправдывает себя, но все равно где-то там вот что-то такое вот совесть есть, и... Да вот именно, Александр. Если мы были животными, если мы стояли только из тела, тогда мы могли бы в разряд удовольствий ввести только то, что доносит, дано и приятно. Ласкает, утешает, подкрепляет, веселит. Но поскольку имеется еще бессмертная душа, которая тоже имеет свои законы здоровья и имеет свои законы радости, и ее веселит как простой предмет. Душа, в отличие от тела, проста. Одно лекарство, один источник радости – это благодать Божия. А благодать Божия в злохудожную душу не входит. А благодать Божия не действует там, где есть сознательная нераскаянность. А благодать Божия, она избирательна. То есть можно для нее открыть пространство сердечное, а можно его закрыть. Поэтому вот, конечно же, всегда ошибка там, где поиск удовольствия не учитывает вот эту душевную составляющую. Вот там всегда есть ошибка. Вот есть еще, конечно, один из больших трудов, и согласятся со мной, я думаю, наши телезрители, потому что они касаются и верующих людей, и уж тем более неверующих, это молитвенный труд. Вот кто даже из наших гимназистов или православных студентов, теологов, ну, наконец-то, наконец-то я отставил все свои заботы, наконец-то все отгремели, все телевизоры, сделаны себе домашние задания, я, наконец-то, встаю на вечернюю молитву. Как я ждал ее, как я стремился. Быстрее бы прошли эти 10 часов, 11 часов, наконец-то улеглись все спать, все домашние, и я встаю на молитву. Святые так и рассуждали. Но мы-то с вами... Мне кажется, да, можно очень редко встретить. Редко можно встретить, да. Я проснулся. Для чего я встал? Для чего мне Господь даровал новый день? Конечно, для того, чтобы встать перед иконами и благодарить Бога, и словословить Его, и просить Его милости на наступающий день и ко мне, и к моим ближним. Мало кто так рассуждает. Почему так? Тогда как Богу общение составляет главное блаженство. В раю какое имели люди главное удовольствие кушать от всего? Да нет, они же не животные. Главное их блаженство было Богообщение. В том-то и проблема, что мы, находясь теперь в падшем естестве, однако не отделены от возможности Богообщения. Но благодаря молитве, благодаря таинствам церковным мы имеем возможность всегда получать эту полноту радости. Поэтому, как сказано в книге одного замечательного подвижника благочестия, если ты несчастлив, то не вини меня. Потому что я тебя прошу, я призываю тебя к покаянию, ты не каешься. Я тебя благословляю и указываю, делать добрые дела, ты не делаешь. Я тебя призываю к молитве, ты не молишься. Я тебя уберегаю, предупреждаю того, ты делаешь напротив. Поэтому, если ты несчастлив, то не вини меня. Справедливые слова от Господа, обращенные к читателю. Поэтому, вот, как сделать для современника источником радости Господа, который действительно таковым является? Очень сложно. Как научить человека ходить в храм? Как хорошо в храм пришел, когда выцерковлялся, познакомился с духовником, поражала его радость. Он в храме не просто изображал для нас, а был таким живым примером радости. То есть он ликовал от того, что находится в храме. Как святитель Феофан говорил, при своем высоком положении, при своей высокой образованности, при своем профессионализме, при своей востребованности от многих, как выдающегося тогда преподавателя, духовника, он говорит, а я пошел бы в храм, сел бы там, да и сидел бы весь день. То есть его удовольствие, умность его вожделений были в церковной жизни. Ну, а я вспоминаю сейчас духовника, он просто являл собой радость пребывания в храме, радость участия в молитве. И поэтому не столько он нам говорил, так, ты должен вычитывать правила, так, ты не дочитал чего, ты не будешь причащаться, там, читал ли ты то, читал ли ты другое, или вот это читай, тогда будет все хорошо. Просто тогда, когда человек является носителем радости молитвы, или радости участия в таинствах, или радости пребывания в храме, то тогда этим по неволе заражаешься. С другими словами, если люди наслаждаются чем-то дурным, то приходилось вам проходить, так, по-мужски говоря, ну, какие-то юношеские опыты, вот мальчишки собираются и говорят, вот класс какой, мы тут три бычка нашли, сплошное удовольствие. На, приобщись к нашему удовольствию. Или вот мы неприличный журнал, там, и это вытащили, вот, у взрослых, вот смотри, какое удовольствие, получи с нами удовольствие. Ясно, что здесь это приобщение имеет большую власть. Я вспоминаю свое детство, там, школьные годы, конечно, вот этим мнимым удовольствием приятели, которые преуспевали в этом жанре гнусном, вот, всегда тебя могли к этому привлечь. Вот ты еще не знаешь такого удовольствия, а мы тебя давай этому научим. Так люди подсаживаются и на травку, это просто удовольствие, это не наркотик. Так люди подсаживаются и на худшее, это только попробовать, это не надо привыкать, привыкания не возникает. И погибают очень быстро, вот эти самые приманки на удовольствие. И вот как можно такую же приманку в духовные удовольствия, в удовольствия полезные, выставить? Ну, здесь люди должны сами тоже выбирать компанию, можно сказать, окружающих людей, равняться на таких. Таким быть разборчивым, потому что очень сложно, наверное, сказать, чем можно привлечь, пока человек сам, наверное, не почувствует себя душевно таким, можно сказать, запятнанным. Чтобы у него не возникло такое желание пойти и чистить свою душу. Ну, получается, по пословице, с кем поведешься, того и наберешься, правильно? Поэтому действительно нужно держаться ближе к святоотеческим книгам, потому что там любовь к Богу. Держаться к храму, держаться к теологии. Вот. Благодарим вас за правильный выбор. Вот. Потому что ясно, что надо еще научиться любить благородное. Надо еще научиться получать удовольствие от полезного. И это совсем непросто. Для этого надо держаться ближе к тому, к тем источникам, которые помогают. Мне кажется, когда человек, надо бы познать такое истинное удовольствие, оно вряд ли уже будет возвращаться к таким мерзким и гнусным и низким. Ну, верно, верно. То есть притяжение все равно остается, потому что мы телесные, остаемся до последнего дыхания. Поэтому сказано, никого прежде смерти не ублажай, ни в ком прежде кончения не отчего. Ну, по крайней мере, наверное, будет уже человек видеть лекарство такое свое. Так, и есть альтернатива. В общем, беда современной молодежи, нет альтернативы. Удовольствие вот тебе оторвись с друзьями, наслаждайся, не упусти момент, пепси-кола там, еще всякие там. Людям не хватает этого, ищут еще чего-то. Ну да, а дальше уже человек подсаживается на эти удовольствия. Ну, кто виноват? Надо ориентироваться, надо ориентироваться в пространстве. Сейчас такое время, можно ругать как угодно, там телевидение, система образования, без воспитательного содержания. Но при этом все храмы открыты. Есть телеканал «Союз», есть наше бесконечно прекрасное рязанское телевидение, в котором можно найти много хорошего и благородного. Есть у нас, в нашей рязанской земле столько храмов, столько священников, столько книг, книжных лавок, столько образования теологического. Поэтому, пожалуйста, понятно, у нас одна гимназия всего такая во всем уровне. Есть в Касимове еще православная гимназия, но она, по-моему, еще не по всем возрастам предлагает одинаковые условия. Может быть, я что-то не твердо знаю, но максимум две. Поэтому нельзя сказать, что, пожалуйста, для всех есть православное среднее образование. Но то, что касается высшего образования, то, что касается свободного времяпровождения, то, что касается монастырей, у нас 12 монастырей. Вопрос каких-то маленьких каникул, двух-трех дней, как провести их с удовольствием. Ну, понятно, если ты думаешь только о шашлыке и о горячительном, то потом не вообще ни на кого, что ты чем-то заразился впоследствии, что ты болен, что у тебя понедельник, день тяжелый, потому что воскресенье потрачены на те удовольствия, которые привели тебя еще в худшее состояние, чем ты был в пятницу после рабочей недели. И кто виноват? Собственные выборы. Ну что ж, дорогие телезрители, помолитесь о нас, грешных, чтобы мы научились стремиться всегда к тем удовольствиям, которые будут питать и бессмертную душу, и временно-телесный состав, чтобы и утешали, и подкрепляли, и не допускали забывать об источнике всех благ и радостей Господи наш. Продолжение, Господь, Божие благословения. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин